Привет, YouTube! Привет, друзья! С вами Док. Я вас приветствую на своем канале. Сегодня пойдет речь о дистиллерии Highland Park. Да-да, Highland Park. Я, по-моему, еще ни разу не делал обзор на эту дистиллерию. Грех мне, пепел на мою голову. Ну что ж, вы простите меня, но когда-то нужно начинать, а почему бы не сегодня? И вот мы сегодня с вами продегустируем два интересных релиза этой, ну скажем так, неоднозначной дистиллерии. Друзья, я представлю коротко эти релизы, а потом поговорим о дистиллерии Highland Park. Сегодня у нас я подготовил первое – это Highland Park High Volume. Вот она такая вот упаковка, Highland Park High Volume. Виски дистиллированы в 1999 году, в 1999 году, и разлит в бутылке в 2017 году, тем самым 18 лет. То есть месяцы мы не знаем, поэтому мы говорим приблизительно 18-летний виски. И второй релиз, который мы сегодня обговорим, это релиз Highland Park Twisted Tattoo, ему 16 лет. Вот эти два релиза мы сегодня с вами и обговорим. А сейчас я просто хотел бы коротко поговорить о дистиллерии Highland Park, ну в трех, пяти, а может быть в десяти словах. Друзья мои, дистиллерия Highland Park находится в местечке Киркваль на острове Огни. И по всей видимости, это одна из северных дистиллерий Шотландии. Расположение дистиллерии и климат, который там господствует, он влияет и на изготовление виски. Для выдержки Highland Park преимущественно использует хересные бочки. Почему я делаю акцент на слове «преимущественно»? Потому что наши сегодняшние релизы – исключение из правил. Виски Highland Park, они в основном все торфяные. Но эта торфянность, она очень незначительна. Поэтому для нелюбителей, для тех, кто торфяные виски терпеть не может, скажем, грубо и неотесанно, вот так терпеть не может, даже Highland Park может довольно-таки хорошо подойти. Поэтому, прежде чем вы отодвинете в сторону бутылку и скажете, нет, это, наверное, торфяной, понюхайте. Что бы я хотел сказать еще, что торф копают на этом острове, как правило, в апреле. Копают вручную, сушат на солнце. И торф на острове, он особенный. Он содержит в себе вересковые травы, а также содержит в себе мох. Этот высушенный торф, когда он горит своим дымом и придает соложеному ячменю тот неповторимый аромат, который присущ только в дистиллерии Highland Park с острова Окней. Это, как правило, легкий и цветочный аромат по сравнению с торфяными ароматами острова Айла. Немножко о прошлом острова Оркни. Почему народ так гордится своим происхождением? Дело в том, что с 9 по 15 века на острове Оркни правили викинги. Там находились викинги. Это оставило свой отпечаток на мифы и легенды этого острова. Жители острова считают себя прямыми потомками этих суровых и воинственных людей. Также и дистиллерия Highland Park скачет на этой викинговской лошади и использует мифы и легенды викингов для маркетинга в своей продукции. Называя релизы различными именами воинов или богов из викинговской мифологии. Друзья мои, ну что, потихонечку нужно переходить к одному из релизов. Первым у нас сегодня будет Highland Park High Volume. КОНЕЦ Смотрите, вот такая упаковка. И, в общем-то, хочется вам ее показать. Смотрите, она сделана в виде усилителя. Я сейчас заставлю бутылку. Бутылка, для начала покажу бутылку. Бутылка вот обычно темного цвета, вот такая, с типичным логотипом Highland Park. Вот здесь, а так цвет виски не виден. Но важно, что виски имеет натуральный цвет. К сожалению, даже при своей крепости, а крепость его 47,2%, виски, к сожалению, к сожалению, я говорю, к сожалению, может быть, были причины, почему они так делали. Виски проходил холодную фильтрацию. Ну, вот так. А вот теперь вернусь, почему называется этот релиз High Volume. Упаковку я вам покажу. Смотрите, она сделана, вот как лицевая сторона усилителя, с ручками, с надписями. Смотрите, здесь написано pit, потом идет bourbon, потом идет ваниль, fruit и volume. И ручки усилителя повернуты не одинаково, они повернуты по-разному. Например, pit стоит между двойкой и четверкой, то есть pit на тройке. Да? Очень слабо торфяной. Дальше. Бурбон максимум 10. Почему так? Ну, во-первых, виски выдерживался только в бурбонных бочках. Вот оно, то исключение из правил, о котором мы с вами говорили. Дальше. Ванильность. Девятка. Фруктовость. Восьмерка. И объем полный. 11. То есть виски имеет силу. Вот он в виде колонки вот такой, да? Похож на известную американскую фирму Marshall. Для усилителей. Вот так. Даже открывая коробочку, здесь это вот такие две рукоятки для вращения. Одна из них бурбон на десятку, а другая из них pit на троечку. Ну, довольно стилистично сделано. Еще раз повторю, что виски был дистиллирован в 1999 году. И залит в бутылку в 2017 году. Виски есть еще в продаже. Тогда было около 90 евро. У нас виски и сегодня стоят этих же денег. То есть он, причем 18-летний Highland Park. Мы знаем, сколько сейчас стоит 18-летний Highland Park. Это, как правило, около 140 евро за бутылку. Этот виски остался, несмотря на свои 18 лет, остался в той цене, в которой он раньше и был. Что еще интересно, друзья мои, смотрите. Во-первых, вот здесь, вот здесь, на этой стороне, указано много каких интересных данных. Например, что для изготовления этого виски использовались только Frostfield Bourbon Cask. Это раз. Дальше. Это комбинация из бочек вместимостью 200 литров. То есть это Bourbon Barrel. И 250 литров. Это называется Hoxed. Дальше. Общее количество бочек 481. Можно приблизительно посчитать, сколько было литров. Да, приблизительно. Из них 30 марта, 29 апреля, 10, 17 и 31 августа и 7 сентября. Они все были заполнены в 1999 году. Вот они, данные. 30 марта, 29 апреля, 10, 17 и 31 августа и 7 сентября. Дальше. Крепость его при заполнении была 63,6%, а также 63,7%. Вот на 0,1 они различались. Фильтрован он при температуре 4 градуса плюс. Он и сейчас, по-моему, работает на дистиллерии. А дальше идут его вкусовые ощущения. Вот, пожалуйста, вот все здесь прекрасно показано. Давно уже я не видел, давно уже я не видел релизов, на которых вот так подробно было написано, какие бочки использовались, когда они были заполнены, с какой крепости он вышел. А теперь, получается, его крепость опустили до 47. Я не знаю, как он вышел из бочки, то есть какая была крепость, когда его разливали. Но сейчас крепость его 47,2%, по-моему, да, 47,2%. Друзья мои, Highland Pack High Volume. Я подготовил вот так. Бутылку я не буду открывать, у меня как бы она коллекционная. Несмотря на то, что, в принципе, большой ценности, этот ценности, как коллекционная ценность, он не представляет. Бутылку я открывать, честно говоря. Не хочу для этого пользуюсь. Еще раз рекомендую эту фирму. Эта фирма называется Simple Sample. Надежные ребята, причем пересылка бесплатная, по-моему, от 60 с чем-то евро пересылка бесплатная. Набираешь у них там какие-то пункты, они называют их пробочки. И там, может, даже эти пробочки перерасчитываются в деньги, и потом они тебе на эту сумму, допустим, ты платишь меньше. Ну, в общем-то, абсолютно доволен с этими людьми. У меня еще от них будет много и много и много оклевантов. Но я надеюсь, вы меня за это не осудите, что я не всегда открываю бутылку. По возможности я их открываю. Я понимаю, насколько это интересно и, ну, во всяком случае, не заманчиво. Но, наверное, есть какая-то тайна под этой открыть бутылку, когда пробочка, когда бутылки льется. А так мы имеем дело вот с таким вот отливантом в 50 миллилитров, друзья мои. Но, тем не менее, для меня это хорошая возможность сделать как можно больше обзоров, потому что каждая бутылка стоит денег. И смотрите, меня никто не финансирует. Я себя финансирую только сам. Поэтому, если есть кто-то в Германии живущих, было бы интересно, если, может быть, кому-то нужен какой-то оклевант, обращайтесь. Если мы договоримся о цене, пересылке, я из тех, что у меня есть, открытых бутылок, могу с удовольствием вам переслать. Если у вас желание, мы можем обмениваться сэмплами и тем самым делать как бы blind testing. Например, я прислал бы сэмпл без названия и попробуйте отгадать хотя бы, какой вид бочки, какая, ну, дистиллерии уже не говорю, это слишком сложно. Но крепость, выдержка хотя бы приблизительно сколько лет. У кого есть такое желание, обращайтесь ко мне, мы поговорим, мне самому это очень интересно. Друзья мои, Highland Pack High Volume. Вот такой у нас цвет, цвет, ну, наверное, назовем его соломенно-желтый. Цвет натуральный, Highland Pack принципиально не красит свой виски. Принципиально. Но удивительно, что при 47,2% этот виски прошел холодную фильтрацию. Но, тем не менее, давайте опустим нос. Это мой виски. Понимаете, в чем дело? Я очень осторожно к торфяным виски отношусь. Это как раз тот случай, где торф не бьет в нос. Если он и есть, то где-то, 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 где-то далеко там, на заднем плане. А что же на переднем плане? А на переднем плане цитронность, то есть цитрусовость этого продукта. Здесь очень лимон с лимонной корочкой, апельсин, ваниль. Может быть, немного яблок. По-моему, спелая, сочная груша. Ну, смотрите, еще раз. Это чисто бурбоновый виски, который 18 лет пролежал в этих бочках. Имеет прекрасную крепость. По виду очень вискозный, очень такой он маслянистый. Кремовый. Может быть, может быть, немного абрикоса. Может быть, немного персика. Сланчик. Ух! Ух, эти 47%, друзья мои. Он очень перечный. Он не горький? Нет, нет. Бочки-то прекрасные. Но, войдя в рот, он сразу же обжигает. Обжигает не... Алкоголь, это больше действительно бочечная перечность. Вот, скажем так, белый горошковый перец. Он сильный, мощный, несет в себе заряд. Вот действительно, вольюм на 11 совпадает. Вот такой тон, наверное, да? Ванильный. Немного карамели. Облагает все небо. Ушел тепло через гортань в пищевод. Во рту светлый шоколад, молочный шоколад. Во рту цитроновая цеста. Во рту цитрона. Все время говорю цитрон, простите, лимоновая корочка. Немного апельсина. Я хочу еще попробовать. Сланчер. И дерево. Пряность от дерева. Вау! Интересный виски. Интересный виски. Мне он... Уф! Слушайте, это... Двеносветку я пробовал. Я пробовал также Highland Park. По-моему, даже 20 с чем-то лет, но это был Highland Park от... Независимого Ботлера. Берри Браса и Рат. Они у меня более... В памяти остались с более сильной дымчатостью, торфанностью. Этот нет. Первое. Вы бы понюхали, вы бы сказали сразу, это лимон. Лимон, цитрусовость. Цитрусовость этого виски тут же. Обычно цитрусовость этого виски молодые, да? Это то, что бурбоновая бочка сразу дает. Цитрусовость. Но здесь вот эта вот хорошая пряность и вот эта... В общем-то, хорошая комбинация из этих бочек и сбалансированность этого виски не дает сказать, что это очень молодой. Нет-нет-нет-нет, виски не молодой. Ух! Ух! Второй глоток был чуть легче. Давайте попробуем еще раз. Ммм, сланчи. Ох, дерево! Дерево, дерево, дерево! Ну, скажем так, это виски не для каждого. Вот эта пряность и перечность от дерева не каждый будет любить. Вот это говорит мне о том, что этот виски лежал долго в бочках. И эти бочки дали о себе знать. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Замечательно. Ммм, и во рту он, а после вкуса, а после вкуса, а после вкуса. Давай так, от среднедолгого до очень долгого. Ммм, и вот он еще во рту. Во рту он пупырышками такими ложится, как, скажем так, средняя минеральная вода, средний... У нас называют медиум, это такая минеральная вода, не сильно игристая, а слегка. Ммм, и во рту этот лимон, и во рту лимонный... Смотрите, еще ощущение злаковости, ячменя, как лимонный, ну, скажем так, пирог, да, вот лимонный пирог, чизкейк. Вот, скорее всего, вот если в Мэкдональдсе были чизкейки, и с таким, еще с лимонным пудингом сверху, вот. Ммм, 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 замечательно. Замечательно. Highland Park Full Volume. Виски 18 лет, крепостью 47,2%, виски натурального цвета, но проходил холодную фильтрацию. Релиз, я еще повторю, релиз до сих пор еще продается, так что даже для коллекции имеет такой... Ну, смотрите, за сколько лет он в цене не изменился, значит, ну, наверное, не очень-то ли его жалуют, что ли, из-за того, что привыкли, что Highland Park это обычно хересный, а мы имеем в виду дело с виски бурбонным. Ну, хорошо, бурбонные виски, я не хочу сказать, что бурбонные виски считают более дешевым, но, тем не менее, хересные бочки дорогие, бурбонные бочки подешевле, отсюда и цена, наверное, его, он на порядок ниже. Хорошо, друзья мои, еще раз, последним, последним не будет последним, будет предпоследним, глоток Highland Park, и мы скоро перейдем ко второму нашему релизу. А я вам кое-что еще покажу, у меня, кстати, Highland Park немного дома в моей коллекции, кое-что есть, но немного. Вот между двумя релизами для успокоения вкусовых рецепторов я вам покажу. Сланчер. Перечность и пряность от бочки. И сладость. Он сладкий, он не массивно сладкий, скажем так, от 0 до 10 сладость, если брать шкау, он где-то около 5-6. Он не сильно уходит в приторную сторону, но 5-6, но это уже хорошо. А во рту он облагает. Друзья мои, вот это Highland Park, full volume, 18 лет. Я убираю эту бутылку, и мы переходим к нашему следующему релизу. А какому? А я вам сейчас его и покажу. Я допью только последний глоток моего Highland Park. Друзья мои, имейте в виду Highland Park, 18 лет, full volume. Full volume, full volume, на тюрьме. У меня иногда, и тут уж ничего не поделаешь, проскальзывают немецкие слова в моем языке. Ну что делать? Это очень тяжело, постоянно переходить с одного языка на другой. Читаешь литературу на одном языке, информацию о виске читаешь на немецком языке, переводишь для себя его как-то, и потом пытаюсь передать эту информацию вам. Ну, не обессудьте, если иногда вот такие вот случаются со мной казусы. Друзья мои, теперь я хотел бы кое-что показать, что у меня есть из дистиллерии Highland Park. Я уже показывал в нескольких раз своих видео, что у меня есть. Вот, например, у меня есть вот в такой упаковке Highland Park 17-летний. Немножко в пыли весь, но тем не менее, вот такой вот он. Этот релиз называется The Jack 17-летний Highland Park. Сделан таким массивным деревом. Открывается вот так. Сейчас мы поставим эту бутылку. Это чисто хересный виски. Темная сторона жизни. Его же оппонент, это одна и та же серия, вот она, смотрите. Это называется Release Light. И сделан он из бурбона. Я вам сейчас тоже достану и покажу. У меня хлипенький стол, на котором это все делаю. Это провизорик. В провизоре ничего стабильного здесь у меня нет. Сейчас я открою вот так. Чтобы же... И достану вот этот. Это бурбонный. Вот так. Вот эти два релиза у меня есть. Light и Dark. А также у меня еще один релиз. Это... Давайте я это уберу. К тому все сложу. Light и Dark. Стол этот виски, что Dark, что Light, 220 евро. Я покупал его дешевле, но он до сих пор еще есть. Это тоже релизы, которые уже, в принципе, не выпускаются. Это вот то, что осталось. Я думаю, количество их на рынке было большое. Цена на тот момент, даже тогда, когда виски стоили недорого, на него была высокая. Поэтому я думаю, что до сих пор еще этот виски можно приобрести. Он так и остался в цене около 220 евро. Но я брал его где-то за 140. Вот так, да. И последнее, что у меня есть, это Зигурд. Тоже релиз, который больше не выпускается. Вот такой вот Highland Pack. Как вы видите, тема викингов присуща Highland Pack везде. Здесь еще вот такая вот бутылка Зигурд. В таком тоже массивном деревянном гробике с мечом. В общем, сделано красиво. Ну, чисто понятно, что это все делается для коллекционеров. Ну, вот этот виски No Edge Statement. Здесь информация еще о виске дается. Ну, вот таки все, что касается этого Highland Pack. Ладно, друзья мои, мы теперь переходим с вами к следующему релизу. Он тоже довольно интересный. И, как я уже сказал, не хересный. А это Highland Pack 16-летний. Twisted Tattoo. Да, это чистый стакан. Highland Pack Twisted Tattoo. Друзья мои, мы с вами в начале ролика говорили о том, что Highland Pack охотно использует тематику, викинговскую тематику, мифологию, легенды для своих релизов, то ли называя свои релизы по имени кого-либо, то ли раскрашивая у бутылки. Вот и в этом случае Twisted Tattoo. Вот так красиво раскрашена эта змея. Дизайн к этой упаковке и бутылке делал датский татуировщик Колин Дейл и его студия татуировок Skin & Bone. Вот они выбрали вот эту змею для мотива, для бутылки и для упаковки. Что же эта змея? Миргат, Омонгант означает. Во-первых, легенды исходят в германской мифологии и воплощают силу окружающую Землю. Эта змея огромная и еще происходит от Локи. Живет эта змея в мировом океане, который опоясывает нашу Землю, которая должна быть, конечно же, плоская, вокруг океан. И вот в этом океане живет эта змея. Противник, то есть, как всегда, у каждого персонажа должен быть свой контрперсонаж. Так вот, оппонент у этой змеи – это Тор, никто иной. И если они друг друга в поединке убьют, то это будет означать конец мира. Тем самым, как бы мужское начало и женское начало, змея – это женское начало, Тор – это мужское начало, будет тем самым уничтожено. Вот смысл всего вот этого. Друзья мои, с чем мы имеем дело в этом релизе? Здесь использовались две выдержки. Первая выдержка – это бочки бурбоны, first fill bourbon cask и бочки из-под вина Rioja. На вот этой стороне, вот здесь вот очень хорошо описано, что же или какие бочки избирались за основу. Здесь пишется, что То есть, меньшая часть была бурбоновых бочек, большая часть была винных бочек Rioja. 153 бочки. Здесь стоят даты 11 мая 2000 года и 29 октября 2001 года. Заполнены были 220-литровые бочки first fill Rioja wine cask в январе и в марте 2016 года крепостью 59,5%. 70 бочек было first fill bourbon cask 1999 года, заполненные крепостью 63,6% и 63,7%. А купажирование совместное состоялось в сентябре 2018 года, а затем было фильтровано при температуре 4 градуса Цельсия. Что это нам говорит? А это нам говорит, что этот же релиз, как и наш full volume, тоже проходил холодную фильтрацию. То есть, Highland Pack дает натуральный цвет, но фильтрует свои виски. Во всяком случае, вот здесь. Ну, они часто фильтруют виски. В принципе, очень часто Highland Pack, по-моему, за 44% делает разлив, да, ну, естественно. Но цвет всегда натуральный, нужное, да, должное. Цвет у Highland Pack всегда натуральный. Друзья мои, Twisted Tattoo. Комбинация из бурбона и риоха. Цвет. Цвет. Сейчас я вам покажу. чтобы он немножко уходит в красноватый оттенок. Вот так. И крепость, кстати, я в крепости не сказал, 46,7% крепость этого виски. Принадлежность к вину выдают ягодность этого виски. Здесь как малина, так и клубника и красная смородина. Вот в красные тона. А также груша и яблоко. ванильно-сладкий фруктовый компот. Это вот этот релиз. Совсем, совсем отличается от того, что я пробовал только что с High Volume. Или Full Volume, прошу прощения. Все время High Volume. High Voltage есть такая группа музыкальная у нас. Повторю, что крепость его 46,7%. Этому виски 16 лет и делался он в комбинации из двух видов. Бочек бурбонных и Риоха Вайнкаска. Я вам еще раз показывал, наверное, попрошу. Немножко ближе бутылка, вот такая вот она, красиво оформленная. ячменность, ячменность, фруктовость, ягодность. Фруктовость – это яблоки, груши, может быть, персик, абрикос, ягодность – это клубника, малина, красная смородина. Понятно, что ячменность. Очень сбалансированный и очень хороший нос. Виски по текстуре своей тоже, ну, похож на маслянистый. Как он медленно ложится на стенки, как он опускается, очень медленно. Давайте я попробую его. Сладьше. То ли потому, что у меня до этого был более крепкий виски, с более сильным выражением древесности и пряности, и перечности, этот виски, мне кажется, намного спокойнее, намного ухоженнее, чуть слаще даже где-то, чуть слаще, нежели первый релиз. Но хорошо сбалансирован, облагает нёба, имеет кремовую, маслянистую текстуру, во рту немножко в цитрусовые, немного во фруктность или фруктовость и больше ягодность. Как раньше были плодово-ягодное вино. Помните его? Плодово-ягодное. Название запомнил с детства, с юношества, извините, не надо с детства, с юношества. Плодово-ягодное. Сладьше. Ну, этот виски у меня чуть меньше выражает эмоций, потому что он и по своей по своей силе более ухоженный, более спокойный, более обузданный. Те 47%, 47,2% по сравнению с этими 46,7% разница 0,5% друзья мои, всего лишь 0,5%. Но насколько там сильно било дерево, вы знаете, интересны оба. Для меня, еще раз, это путь познания, я прохожу через эти дистиллерии, в том числе и Highland Park, иду каким-то, пока не знаю, для каких целей я ставлю перед собой, я просто иду, иду, пробую, смотрю. Знаете, как вот люди, которые идут по пути Якова, да, путь Якова, наверное, на русском языке он так называется, путь Якова, якобы был священником, прошел там из Франции в Испанию, этот путь, я не помню, сколько там километров было, 400, 500 или 600, смысл был пройти этот путь, смысл был не прийти в точку от А до Б, а вот пройти просто этот путь и набрать во время этого пути огромного опыта. Вот я прохожу по височному пути, набираюсь опыта, что-то отметаю, что-то кладу в копилочку, делаю заметку для себя. Вот из этих двух мне этот виски нравится, но заметку бы я сделал фуль волиум почему-то, я не знаю почему. И все в нем хорошо, и винность есть хорошая, вкусная, и сладость есть, и крепость есть, и оформление красивое, все вроде при нем, но мне кажется, он похож на многие виски. Кстати, торфяности здесь ноль. Я здесь торфяности для себя, то есть я в принципе могу отнести Highland Pack уже сейчас к тем виски, которые спокойно могу открывать, без боязни, что этот виски, оу, где-то осторожно, нужно очень сильно торфяной. Нет, нет, нет. Этот релиз, и релиз до этого был абсолютно, абсолютно easy, абсолютно для меня easy to drink. Друзья мои, Twisted Tattoo, 16 лет, комбинация из Бурбона и Риоха Вайн Каск. Сланчик. Честно говоря, говоря Highland Pack, мы всегда говорим о какой-то вересковости. Мне кажется, может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что эту вересковость, вересковый мед, чуть больше я чувствую здесь, нежели в том, Бурбонном. Не знаю почему, там мне доминировали цитрусовые. Абсолютно. Где-то, может быть, где-то далеко, но я, это сейчас так, домыслы. А вот здесь, чуть-чуть этот вересковый мед. Он искал, я сказал, он сказал, что этот виски мне больше, по сладости больше. И этот вересковый мед, скажем так, эта вересковость, торфяности ноль, отметаем в сторону. Вот эта вересковость здесь есть. Узнал бы ли я Highland Pack в куче с другими другими виски, я не знаю. Для этого мне нужно намного больше Highland Pack пробовать. Ну, еще раз, твисты тату, это довольно классный виски, который мне нравится. Но предпочел бы я все-таки Full Volume. Вот, наверное, так. Друзья мои, наш обзор подходит к концу. Я приготовил стихотворение, которое я вам с удовольствием прочту. И на этом мы будем сегодня прощаться. Друзья мои, стихотворение написал Эдуард Асадов. И называется он «Ты прекрасная, нежная женщина». Ты прекрасная, нежная женщина, но бываешь сильнее мужчин. Тот, кому ты судьбою обещана, на всю жизнь для тебя один. Он найдет тебя неповторимую или, может, уже нашел. На руках унесет любимую в мир, где будем вдвоем хорошо. Ты сильна красотой и женственна, и лежит твой путь далеко. Но я знаю, моя блаженная, как бывает тебе нелегко. Тают льдинки обид колючие от улыбки и нежных слов. Лишь бы не было в жизни случая, когда милый предать готов. Назначением своим высокая дочь, подруга, невеста, жена невозможно постичь это многое, где разгадка порой не нужна. А нужны глаз озера чистые и твой добрый и светлый смех. И смирюсь, покорюсь, не выстою перед тайной улыбок тех. Это был Эдуард Асадов. Ты прекрасная, нежная женщина. Друзья мои, наш обзор подходит к концу. У нас сегодня было два интересных релиза. Один был вот такой. Один был вот такой. Это Highland Pack Twisted Tattoo, Highland Pack Full Volume. Честно говоря, у меня больше впечатлений оставил этот, нежели вот этот. Не потому что этот невкусный, наоборот, он очень интересный. Но этот меня поразил силой, силой и мощью. Наверное, это и запомнилось. Друзья мои, на этом я буду с вами прощаться. Пожалуйста, лайки, пожалуйста, дизлайки. Это уж вы сами знаете. Но если вы ставите дизлайки, пожалуйста, пишите, почему. Мне хотелось бы знать, что же я неправильно делаю, чтобы в следующий раз, может быть, исправить свои ошибки. Как всегда, остаемся людьми, остаемся на правильной стороне жизни. Будем чуточку добрее, будем чуточку милосерднее, сострадаем другим, помогаем другим, общаемся, улыбаемся друг к другу, пожимаем друг другу руки и идем на встречу с открытыми лицами, не с закрытым забралом. С вами был сегодня Док. Вы были на его канале. Слэнч. Конечно, твистый тату дает массивную фруктовость. Ягодность. Ягодность. Больше ягодность, потом идет яблоки и груши. Но ягоды в виде малины, клубники, красной смородины, может, чуть-чуть, где-то и черной смородины преобладают. Ваниль. Еще немножко. Это вот как бы вот эти все ягоды полить ванильным соусом и немножко меда, вереского меда добавить. На этом все. Еще раз с вами был Док и вы были на его канале. Субтитры сделал DimaTorzok